Масштабное событие развернулось на площадях Ульяновского наноцентра. В одном из корпусов производители, поставщики, транспортировщики альтернативной энергии продемонстрировали передовые технологии, а также оборудование зарубежного и отечественного рынков энергетики будущего. Наша компания занимается оказанием транспортно-логистических услуг и услуг по таможенному оформлению. Соответственно, основное направление – это перевозка негабаритных грузов. И в рамках этой деятельности мы осуществляли перевозку лопастей, а также генераторов и гондол. Первый день форума носил больше деловой характер. Так, на пленарном заседании губернатор Сергей Морозов представил достижения и планы региона в сфере ветроиндустрии. Ульяновский регион по праву считается пионером ветроэнергетической отрасли в России. Сегодня на территории области активно функционируют два ветропарка общей мощностью 85 мегаватт. Это позволяет обслуживать и продавать чистую энергию для 23 тысяч домохозяйств. Впереди у нас строительство открытия еще двух ветропарков. С суммарной мощностью почти такой же. И таким образом мы выходим уже к концу 2021 года, в 2020-2021 году на обслуживание и обеспечение 50 тысяч домовладений. А к 2030-му, добавляет Сергей Морозов, к уже имеющимся мощностям планируется приплюсовать еще 30%. Все это приведет в будущем к паритету между энергией из ветра и традиционными источниками энергии. Мы провели ветроизмерение суммарной мощностью на 600 мегаватт. А параллельно мы сейчас готовим дополнительное ветроизмерение еще на 400 мегаватт. Таким образом мы хотели бы выйти в горизонте до 35-40 года на производство не менее 1 декаватт. Несколько лет назад информация о том, что в Ульяновской области будет построен ветропарк, была как гром среди ясного неба, среди всех участников рынка, и никто этого не предполагал. И сегодня область показала, что они все это могут, они все это делают. Сегодня Ульяновская область пионеры, которая создала все возможности для инвесторов. Помимо энергии из ветра, Ульяновская область наравне с Оренбургской претендует на переработку солнечной энергии. Эти субъекты, по оценке экспертов, признаны наиболее солнечно активными. В скором времени регион, ко всему прочему, станет одной из первых площадок для строительства масштабных солнечных парков. В конце прошлого года крупнейшей австрийской компанией Green Source подписали два крупных инвестиционных соглашения. Одно на строительство большой электростанции по производству электроэнергии и солнца. И второе на строительство большого завода по производству солнечных панелей. К солнечному проекту присоединятся не только российские, австрийские, но и китайские партнеры. Глава области не исключает, что строительство может начаться уже в конце этого года. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.